Таджикистан убивает свой промышленный сектор. Мы видим, как он стремительно меняется, благодаря тому, что на Инопромс регулярно приходим на стенды Таджикистана. Вам огромное спасибо за участие в наших выставках. И мой вопрос вам, какие задачи по обеспечению устойчивого развития промышленности Таджикистана стоят сейчас перед вами? Спасибо большое. Уважаемый Денис Валентинович, уважаемые коллеги. Для нас большая честь участвовать в данном форуме. И на сегодняшний момент более 50 таджикских компаний уже участвуют в форуме. У нас есть национальная экспозиция. Приглашаем всех вас посмотреть. Одной из главнейших задач, которую правительство Республики Таджикистана сегодня ставит, это быстрая индустриализация. Мы должны в течение пяти лет увеличить промышленный сектор страны в два раза. То есть рост 20% является очень амбициозным. Но мы считаем, что это абсолютно возможно. И первые два года уже эти показатели национальный промышленный сектор Таджикистана уже достигло. Мы считаем, что и в этом году у нас будет соответствующий рост. И это станет основой для того, чтобы таджикский промышленный сектор стал намного конкурентоспособным и имел свое важное место в новых цепочках поставок таких стратегических материалов и металлов, которые нужны, в первую очередь, для зеленого перехода. Вы знаете, что на сегодняшний момент к 30-му году автомобильные строения хотят увеличить производство до 140 миллионов штук. И потребность в этих революционных переходных металлах будет практически увеличена в 10 раз. Естественно, у нас есть эта цель, стать одним из основных игроков в обеспечении мирового рынка по стратегическим металлам. Мы, например, знаем, что по такому металлу, как и Германия, и по прогнозам она должна увеличиться к 30-му году 86 раз. Таджикистан имеет очень большие запасы. У нас сейчас начали уже интенсивно заниматься освоением литвовых месторожений в Таджикистане. Вот буквально несколько дней тому назад наш уважаемый президент открывал уникальное медное металлургическое производство, которого аналогов в мире нет. По зеленой сертификации, например, таджикского алюминия мы входим в пятерку передовых стран. Перспективы огромнейшие. Мы знаем, что водно-энергетический потенциал нашей страны и производство в ближайшем будущем зеленого водорода станет той основой развития нашей национальной экономики, при которой в будущем будет иметь огромный комлетенний эффект. правительство Республики Таджикистан имеет желание привлекать в эти большие инвестиции иностранные инвестиции. Мы готовы создать самые наилучшие условия для того, чтобы иностранный инвестор в Таджикистане себя чувствовал комфортно и был защищен. Поэтому, уважаемые друзья, члены делегаций и участники инопрома, пожалуйста, можете обращаться к нам, к нашему министерству, для того, чтобы мы с вами обсуждали те перспективные проекты, которые в ближайшем периоде Республики Таджикистан планируют реализовывать. Спасибо. Спасибо, Ширали Алимович.